На саммите Брикс Владимир Путин выступил с очередным заявлением. Удивительно, он опять нам показал свою любовь к лжи и лицемерию. Давайте послушаем. Поразительно. Про вмешательство в защиту прав человека во внутренние дела говорит тот самый человек, который ввел в соседнюю страну под видом защиты русских свои войска. И вот уже третий год полномасштабной войны ежедневно уничтожает тысячи русскоязычного населения с обеих сторон. Этот же самый человек говорит нам об односторонних санкциях. Тот самый, у которого Роспотребнадзор буквально только что за отказ Казахстана вступать в Брикс запретил ввоз овощей. Ну или про вмешательство валютной и фондовой рынки нам говорит тот самый человек, который постоянно использовал энергетическую и продовольственную войну против Запада. То с зерном, то с нефтью, то с газом. Все время пытаясь шантажировать весь цивилизованный мир. Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Владимир Владимирович, об обострении конфликтов говорите нам вы? И санкции ввелись разве до них? А может это вы начали с того, что аннексировали Крым, отхватили у соседней страны, несмотря на подписанный договор о границе, которым вы лично сами признали этот Крым в составе Украины? Вы развязали так называемую гражданскую войну на Донбассе, когда первый раз, кстати, ввели полномасштабные войска еще в июле-августе 2014 года, а потом и зимой 15-го. Все же помнят Иловайск и Дебальцево. И по сути дела даже минские соглашения были подписаны Украиной под угрозой оружия. Так не вы ли тот самый родоначальник всех конфликтов? Разве не так? Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность. Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Подождите, про равные принципы неделимой безопасности говорите нам тоже вы? Про нарушение региональной стабильности? Вы тот, кто уже 11-й год ведет войну, ну третий год полномасштабную против Украины. Ежедневно, кстати, убивая тысячи людей того самого русскоязычного населения с обеих сторон. И про это все говорите нам вы? Нарушив, по сути дела, не только основы региональной безопасности, а вообще нарушив основы добрососедства, потому что вы начали войну против народа, который называли братским. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого, это Украина. Поощряются распри, междоусобные и один из примеров Украина? Та самая, где вы начали против братского народа войну? Да вы здоровы ли вообще? Как можно вообще показывать лицемерие? Такого, я не знаю, даже не 80-го, а 180-го уровня. Которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России. Как Украину можно использовать для создания критических уровней опасности для России, если вы сами были не против, чтобы Украина вступила в НАТО? Простите, но это было не так давно, всего лишь в начале вашего первого президентства. Почему же все поменялось? Почему сейчас Турцию вы зовете в Брикс и хотите с ней дружить, хотя она, например, находится в НАТО? Причем гораздо раньше, чем туда даже попросилась Украина. Игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей. У вас опять про русскоязычных людей. Но вы же никак не можете забыть про их права. Именно для этого вы теперь бомбите и уничтожаете самые русскоязычные регионы Украины. Харьков, Херсон, Мариуполь. Вы, по сути дела, убили столько русскоязычных людей и вызвали такую ненависть к вам, что теперь в Украине вас ненавидят даже русские. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. И сейчас, видите ли, с неожиданной вдруг получилась стороны, кто-то решил нанести России стратегическое поражение. Хотя всего лишь Украина просит вернуться к международно признанным границам 1991 года. Владимир Владимирович, к тем самым границам, еще раз напомню, договор о которых вы подписали лично. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России. Ох, да, действительно, Владимир Владимирович, историю России знаете только вы. Вы печенегов и половцев сейчас упомянете или в следующий раз снова вернетесь к ним? Не принимает во внимание ковавшиеся веками единство силу духа и сплоченность ее народа. Вот уж действительно, единство, сила духа и сплоченность его народа, ковавшиеся веками. Вы знаете, как раз эта война абсолютно несправедливая. Показывает очень четко, никакого реального объединения, кроме как за счет давления фашистской вашей диктатуры, вокруг вашей войны нет. Есть иллюзорная поддержка этой войны со стороны россиян. Хотя большинству из них на самом деле просто похрен. 70% россиян этой войны стараются просто не замечать. А в реальности ее поддерживают только проплаченные вами или подконтрольные вам бюджетники. Примерно максимум в 10-15% населения. Поэтому, Владимир Владимирович, это ваша война. Ваша война, которая в первую очередь наносит стратегический вред самой России. И несет, естественно, все риски для ее, по сути дела, развала. Вы, Владимир Владимирович, очень наглый, откровенный лицемер, которого просто, по сути дела, еще не знала мировая история.